Всем привет! Продолжаем испытывать различные препараты в поисках истины. В этом видео очередь дошла до полосок всевозможных. Вот такие вот ЭК+, которые идут с эфирными маслами, позиционируют себя как вещества, которые не вредят человеку. Эфирное масло эвкалипта, кориандра, лаванды, полыни, розмарина, чебреца, эхиноцеи. И что интересно, вот здесь вот написано 10 окорицидных полосок контактного действия лечения и профилактика вораатоза пчел. То есть это первый пункт, который они заявляют. Что? Я уже ставил такие полоски, как раз когда мне нужно было пролечить семью. Вот так выглядят эти полоски. Хороший запах, приятный. Такие можно развешивать по квартире для ароматизации. Приятно пахнет. Значит, что мы будем делать? Я предлагаю объединить два в одном. Просто я их уже использовал. Результат знаю. Но мы же должны все проверить. Так, смотрим. Срок годности до 23 года. Самые свежие. Варафлу. Действующее вещество флуметрин. Не имеют запаха. Ставятся они более чем на 35 дней. Одна, три полоски. Для нормально развитых сильных семей 3,3,4. Так, флуметрин. 3,6 миллиграмма. Всего 10 полосок в упаковке. Каждая в фольдированной упаковочке находится. Давайте сделаем так. Берем три полоски флуметрина. На семью, по сути дела, здесь 7 рамок. Я сократил уже эту семью в зиму. Оказалась слабенькая семейка. Уже она. Еще только сентябрь подходит. Она уже у меня на семи рамках. Посмотрим, как там дальше будет. Значит, распечатываем наши полоски. Применяются полоски путем устанавливания их между рамок. Я использую для удобства спички. Есть вот такие отверстия. Вставляем спичку в отверстие и помещаем между рамок. Желательно с расплодом, потому что клещ в основном охотится за расплодом и живет в запечатанном расплоде. А потом уже выходит на пчеле. Мы поставим одну экосмушку, экополосочку и три флуметрина. Смотрите, первые две рамки медовые. Я ставлю вот сюда вот. Между третьей и четвертой. Аккуратно, чтобы не повредить пчелок. Я уверен, что у меня здесь и здесь расплод. И вот на этих двух рамках расплод точно. Мы поставим вот сюда. Здесь тоже есть расплод. Смысл в чем? Смысл в том, что мы помещаем полоски в том районе, где рабочие пчелы кормят, пчелы-воспитательницы кормят расплод. И естественно клещ ездит на них и до определенного времени. А потом он успешно запечатывается вместе с личинкой. Вот мы такие полосочки установили. Надеемся на положительный результат. Я же говорю, когда-то было время, я пользовался только полосками. Именно этими. И этого было достаточно. Полоски имеют контактное действие, контактируя с пчелой. Пчелы разносят это вещество по улью. И клещ, получая определенную дозу этого вещества, парализуется. Следующее, что мы должны сделать, это мы должны обязательно проконтролировать осыпь клеща. В инструкции к полоскам написано, что вообще устанавливаются эти полоски даже для контроля заклещенности. Просто определить, есть ли заклещенность в семье или нет. И рекомендуют на следующий день после установки посмотреть на дно и увидеть, будет ли осыпь клеща. Значит у меня дно сетчатое. С этим ульем нам вообще повезло. Не нужно никакую бумагу мастырить. У меня здесь донышко заставное, которое покрашено белой краской. Те пятнышки, которые здесь есть, это следы упавшей пыльцы, какой-то мусор. То есть клеща здесь будет видно замечательно. Когда он сыпется, то его видно, как он ползает еще, шевелит лапками и так далее. Хотя бы одного нам увидеть. А может быть и больше. Посмотрим. Значит закрываем этим донышком. Я прикрою побольше, чтобы минимальное количество воздуха туда попадало. Лишь небольшое проветривание. Во-первых, уже и сезон на исходе. Ни к чему выветривать улей. Плюс ко всему, почему так закрываю, чтобы вот эта полосочка эко-плюс, которая с эфирными маслами, она тоже имела эффект. Я поставил ее специально туда, ближе к литку, когда пчелы будут выходить, заходить в литок, залетать, нести пыльцу личинкам. Они будут проходить через эту полоску. Ждем результат. Ну что, друзья, прошли сутки. После установки пластин ищем клеща. Ну, хотите верьте, хотите нет. Но ни одного я здесь не вижу. Просто обрабатывал неоднократно. Если клещ есть, то он есть. Но его здесь нет. Нет клеща после этих пластин. Такой вывод. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в 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 Добро п